Здравствуйте, подписчики и гости канала. Сегодня вашему вниманию представляю отзыв и обзор фантастического рассказа Уильяма Тэна «Срок аванса» в оригинале Time in Advance. Краткая аннотация книги. Любой человек, собирающийся совершить преступление, может заранее отбыть наказание. Для этого допреступника высылают на каторжную планету, где у него нет никакой гарантии выживания. Но тот, кто сможет отбыть срок полностью, по завершению получает право совершить убийство или любое другое заявленное преступление. Почти все допреступники гибнут на каторге или отказываются от своего намерения. Отбыть срок авансом полностью и вернуться живым и здоровым удается не каждому. Такое случается один раз в 7 или 10 лет. Огромный ажиотаж возникает, когда двое допреступников возвращаются на землю. Это Кендалл и Отто. У каждого из них есть причина, почему они согласились на срок аванса. Отто хочет отомстить своей жене, он хочет ее убить, потому что она 12 лет издевалась над ним. Она не давала развода, отбирала у него деньги, всячески унижала. Кендалл, он попал в просаг с бизнес-партнерами и его компания разорилась. А его друг, он украл у него изобретение. Изобретение, которое сделало этого друга миллиардером. А изобретение, суть изобретения состояла в том, что с помощью этого изобретения можно управлять летающими камерами. Или как бы мы в современном мире назвали их квадрокоптерами. И здесь важно отметить, что данная повесть была написана в 1956 году. В общем-то, в то время, когда был написан практически золотой фонд фантастики 20 века. И Айзек Азимов, и Станислав Лем, и Роберт Шекли, и другие фантасты, которые прогнозировали, предвидели, хотели предвидеть будущее. И они уже тогда рассуждали на темы, которые могут возникнуть в будущем. В том числе и относительно предотвращения преступлений. И вот эти двое допреступников, они возвращаются обратно на землю. И поселяются в какой-то захудалой гостинице. И они все еще горят желанием исполнить свои угрозы. То есть, один хочет убить жену, второй хочет убить своего друга. Однако, все начинает разворачиваться совершенно не так, как они планируют. К одному из них обращаются два человека. Поскольку эти два человека знают, что у этого допреступника есть право на убийство. И ему за это ничего не будет. Один человек предлагает убить своего бизнес-партнера, чтобы завладеть его бизнесом. А второй человек, эта фотомодель, она предлагает убить свою конкурентку. И этот допреступник, я сейчас не помню, к кому конкретно обращались, Котто или Кэндалу, не помню. Но он долго думает и он отказывается от этого предложения. Несмотря на то, что эти заказчики предлагают миллиарды долларов за это преступление. И до жены Отто начинает доходить, что Отто действительно может исполнить свою угрозу. И она тоже предпринимает какую-то попытку, чтобы отговорить своего мужа от убийства. К сожалению, автор не дожал. Идея хорошая, идея фантастики хорошая, начало хорошее, середина хорошая рассказа. Но финал, к сожалению, как выражаясь современным языком, он просто слит. И нет мотивации, непонятна мотивация обоих этих людей, почему они отказываются от того преступления, за которое они уже отсидели. Напомню, что отправляют, я об этом не сказал ранее, что вот этих всех допреступников, ну и как и обычных преступников, которые уже совершили преступление, они отправляют на урановые рудники. Которые внезапно в том мире, про который говорит автор, открыты на астероидах. Добыча урана, добыча каких-то радиоактивных изотопов, не только урана. Соответственно, за 7 лет, которые дают этим допреступникам, они полностью исчерпывают свое здоровье. И, соответственно, то, что вот эта удача, может быть, и крепкое здоровье помогло этим двум людям вернуться обратно на землю. Но, к сожалению, автор сделал очень слабый финал. Он не объяснил мотивации этих людей отказаться от задуманного. И еще, о чем я хотел бы поговорить в отзыве на эту книгу, это о том, когда была написана книга. Это 1956 год. И удивляет тот факт, что в это время создаются достаточно большие объемы фантастических текстов. Такое чувство, что народ воспрял после Второй мировой войны, авторы воспряли и начали писать. Писать много и публиковать много, показывая разные грани будущего. В том числе, я уже говорил и про наказание преступников, предотвращение преступлений, а также про создание супер-мудрых компьютеров. Это Роберт Шекри. Верный вопрос. Примерно в то же время было написано. Это Андрей Рассаховатский, это Тор Первый, когда человек с помощью манипуляций со своими синапсами, он смог ускорить протекание импульсов у себя в нервной системе. И, по сути, сделал у себя внутри компьютер, внутри человека. И другие рассказы, и другие повести, которые вы сами можете вспомнить, наверняка вы их читали. Спасибо за внимание. Это был отзыв и обзор книги Уильяма Тэна «Срок авансом». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. На колокольчике поставьте все уведомления. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.